А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет народ, с вами Alex. Мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Итак, чем мы сейчас займемся? Я думаю, что нужно продолжать зарабатывать бабосики. Ух ты. Нифига, такие короткие доставки и такой ценник. Сонар расстояние. 58.23. Штутгарт, Ганновер или же по Испании. Блин, ну по Испании, честно, уже столько катались, что давайте, наверное, какое-то разнообразие себе сделаем. Да и расстояние здесь больше на 150 км. Погнали. 550 км проедем. Я даже не посмотрел, что мы там везем и поспать мы, конечно же, не сможем, зато живые бабки. А фурик у нас сколько там новый стоит? 140 или 120? Я уже и не помню. Так. Ага. Дафиг наш. Блин. Да что ж такое. Почему мне так везет на эти прицепы? Кто мне скажет? Так, ф3. Еще раз. Ох ты, блин. Косяк. Косяк, прям косяк. Не туда поехал. Прикинь. Не туда поехал. Опа. Все. Стыканулись. Ой. Хотел камеру переключить. Блин, нифига. Руль медленный. Сейчас будем выезжать в несколько подходов. Кстати, морда уже уперся в текстурку. Ну, мы тут нормально сейчас выйдем. Не застрянем. Все. Погнали. Перепутать. Я что-то подумал, что нам туда ехать. На автомате просто много таких бас у нас было, по-моему. Так. Ну, все. Полетели. У нас, кстати, есть эта карта, но ее нифига не видно. Давайте хоть посмотрим, что у нас несется тут. Шесть тонн. Компьютерные процессоры. О, видите как. Думаю, все хотели бы, чтобы я вез видеокарты какие-нибудь. Но не сегодня. Так. А что мы можем себе наклацать? А, так тут и клацать-то нечего. Расход пусть будет. Пусть будет расход. Так. Кто там подъехал на стафор? Мы впишемся, не впишемся? Ого. Расстояние большое. Думал, сейчас заедем в него просто. В тот мини-купер. Так. Ограничение 50. Хорошо. О, так нам съезжать сейчас. Нам сейчас вниз и полетим. Странная здесь развязка, кстати. Блин, давно уже не катались. Ганновер это что? Это Германия или что это такое? Штутгарт. Фиг его знает, что это за страна. Да пофиг. Снова полтинник. Нам еще раз налево. Ух ты. Че это такое? Какой-то небось паркхаус. Это вряд ли жилой дом. Это скорее всего какой-то бизнес-центр. И просто вот так вот он расположился над дорогой. Выглядит круто. А там еще. Или это гараж такой огромный. Короче, фиг его значит, что это такое. Я не знаю. Я реально не знаю, что это. Че у нас по времени? Когда мы приедем? Осталось 9 часов. Ммм. Я понял. Про сон можно и не думать. Хотя там и так 3 красных стрелочки. Поэтому я и не рассчитывал. Ну вдруг. Так, а средний расход у нас 61. Понятно. Моментальный сверху. Снизу средний. Дистанция. В смысле? А! Я тупой. Я смотрю, дистанция 2 600 уменьшается. Думаю, что нам осталось 2 600 проехать, что ли? Думаю, что за фигня? Думаю, выбирал уже 500 км. Он такой посмотрел, 500 км. Нужно ехать. Потом такой. А! Это же сколько осталось топлива у нас по расстоянию? Ну, кстати, топливо должно закончиться, типа, в теории. Ну, с запасом на 2000 км. Нам, конечно же, его не хватит. И БК-шка показывает вообще неправильно. Вот прям от слова совсем. У нас-то средний наоборот падает. А километры улетают. Ой, кто-то там что-то бабки украл или что у нас там? Ну, происходит. Вот здесь 5 штук. Анета повысил свой уровень. Анета повысила уровень. Ладно, летим. У нас, в принципе, дорога здесь без приключений будет особо. Потому что она такая достаточно прямая. Никуда сворачивать не нужно особо. Дрейк. Какой-то что-то там. Двенадцатая передача светится. Круиз выключен. Нифига, мы несемся. Сколько мы едем? А, 137. Понятно. Ты смотришь, что стрелка лежит, а мы что-то летим. Кстати, оно-то правильно показывает практически. Там до 140 стрелка дошла практически. Там напротив километров в час у нас как раз-таки все это дело. Блин, отлично. Шпарим. Мне кажется, до сих пор где-то... А, до сих пор где-то. Хотел сказать, до сих пор где-то 120. Но смотри, у нас педе едем больше. Так, Volkswagen против нас не сможет потягаться. Потому что мы сейчас пересечем 130 и все. О, мы, кстати, проехали столько ма уже. В смысле, столько ма? А, ну да. Я думал, вроде только что 500 было. Думаю, мы же не 600 должны ехать. Хорошо, кстати, летит. Фольц. Коровки. Так, 58,8. Моментальный расход. О, сейчас, походу, будет плюс скорость. 2,470 осталось проехать по дистанции. Я уже вижу, что оно спешит, как всегда, в два раза. В два раза больше расход, чем обычно. Короче, вот дистанцию, не важно, сколько у вас в баке, не важно, какой у вас средний расход. Просто дистанция, вот эта, которая отображается в компе, делите на два, и все. Это будет реальный расход. Потому что, помните, когда мы проехали, этот 75 км, у нас сожрало 150 литров. Ой, 150... 75 проехали км, а сожрало 150 км. Вот так вот. У нас, короче, знаете как? У нас, походу, пробег соответствует... Не дистанции, которые здесь на БКшке, а литром топлива. Знаете, будто у нас один литр на километр хавает. Кстати, а что они мне пишут, сколько у меня топлива осталось? Нету, нет такой у нас фигни. Расстояние все есть, топлива нет. Ну, ладно. Хорошо, кстати, идем. Дафик, кстати, старый. Ну, как сказать, старый? Не совсем старый, но что-то салон у него прям... Моделька такая, древненькая. Превышение могли заработать? О, 150, походу, шпарим. Да, в натуре. Я просто смотрю, что стрелка летит дальше и дальше. Походу, на СА-60 это будет буква Т. Это там еще турбина подрубится. На СА-60 полетим еще быстрее. Блин, отлично идет. Ну, груз легенький. Но объемный получается, так как у нас... Тандем выходит здесь какой-то. Какое-то дерево там кривое такое росло. Березка просто извилистая. Так, начинаем вздыхать. И едем 130. Хорошо, скорость на самом деле потеряли. О, а мы же здесь катались. Это же вот эта трасса через несколько стран, по-моему. Мы сейчас окончательно до 120, наверное, сбросим. Потому что тут тяжело ехать на подъем. Такой должен быть затяжной. Да, 120. И 110 сейчас будет. Ну, тут же мед. Тут уже пережимает по оборотам. Да, пошел дальше рост. И хоть и на подъем идем. Ну, и сейчас снова будет разгон, и снова будет подъем. После этого спуска. О, 130. Сейчас выскочим на 115. Хотя нет, чуть не падает пока что скорость. Так, нам прямо. Значит, иногда забываю смотреть на карту. Чтобы съехать там, где нужно. Может, мы, конечно, уже проехали. О, сейчас скорость будет очень хорошая. Если мы впишемся. Потому что много трафика. Он один на обгон пошел. Ограничение 120. Надеюсь, он быстро обгонит. Вряд ли быстро. Что-то он тупит. Но мы все равно за ним сейчас полетим. 140 есть. Блин, мы 150 ехали своей скоростью. Без всяких спусков и подъемов. Здесь со спуска 140 летим. Разогнаться не можем. Причем спуск просто бешеный. Как так, а? Ну, реально, со спуска. Смотрите, в пол просто давлю. 140. Что не так? 144. Не растет скорость? Тупо не растет скорость почему-то. Странно на самом деле, что скорость не растет. О. 150. Так, ограничение по-прежнему 120. И мы, как всегда, самые быстрые здесь. NSL. О. CC-шка наш соперник. Слушай, он, по-моему, превышает. Потому что ограничение 120. Он летит 130 где-то. Мы на 140 его еле догоняем. Ограничение сотка. Но сейчас он по-любому будет тормозить. Поэтому можно резать его. Чтобы самим вписаться. Нифига, вот это мы прям. 160. Есть. Зафиксировали. Просто зафиксировали. 162. Вот это шпарит наш фурик. Просто, блин, шпарит. Ой. Нам прямо. Сколько там осталось ехать? О, стоунки от КМР. Почти добрались уже. И что такое за башня-ветряк? Ага. Как-то так окрашено. Интересно, наверное, чтобы самолет не сбить или вертолет какой-то ночью. Ну, тогда эту карту можно отрубить. Она нам не нужна. Снизу нам вроде бы как хватает карты. Ох, нифига, мы сбросили. 160 ехали. 140. Смотрите, на подъем давит 140. Как-то странная местность. Или это просто этот обманчивый ландшафт? Что иногда мы едем на подъем или по ровной дороге. Кажется, что едем со спуска. Нифига я заложил. Был бы груз какой-то неправильный, мы бы уже на боку лежали. Закладывал просто по полной. Шикарная эта дорога. Я кайфую по ней прям кататься. Просто газ в пол давишь и вообще даже не тормозишь никогда. Но тут я газ бросил. Я не понял, что Фурик будет делать. Поэтому я сбросил немножко. Что там внизу? А, дорога, даже река. Неплохо. Так, у нас уже 2080 км осталось. 2080 км. Нам по-прежнему нужно прямо. Гамбург, Ганновер. Ганновер прямо. Расход, кстати, средний. 55,8. По-моему, было 58,8, да? Или 58 с чем-то. Ну, 150 прям. Так, вот сейчас, возможно, не впишемся. Если сейчас будет угол влево, то мы опрокинемся. Нет, походу угла не было, потому что могли завалиться. Шикарно. Прямо идем. Нам должны премию за скорость дать. Сколько у нас времени осталось, кстати? 6 часов. 6 часов осталось, а нам тут ехать. 80 км. Фиг да нифига. Считай, приехали. Ограничение 120. Тупняк, да? Вот когда слева полоса сужается, а не справа. Справа-то понятно, слева когда. Ну и нафиг ты выехал. На аккорде, на своем. Или то аккорда, или аккорд. Они одинаковые. Хотя аккорда для этого, для американского рынка, по-моему, была. Это значит аккордик, скорее всего. Нифига, там антеннище. Огромная просто. Какая-то, наверное, телестанция там. Так. О, у нас дорога сверху, по которой мы ни разу не ездили. Если честно, я не помню дороги здесь. Чуть за фигня такая. Я не помню, только дороги. А, прикольно. Типа, чтоб из него выехать и как-то сюда, вот сюда. Ну, это абсолютно бессмысленно. Вообще бессмысленная дорога. Ну, ладно. Хоть знаем, что сейчас будет поворот у нас. Чёрные экраны нифига не показывают. О, наш поворот. Блин. А нам сюда за всеми. Шкода. Чё, он там пиццу везёт, что ли? Пиццу везёт собака? Нифига. Марка пицца. Я не помню, чтоб раньше были здесь грузички с пиццей. Но выглядит аппетитно. Сейчас пока потупят. Потому что я уже догонять начинаю. Это сейчас меня перестраивается. Или он ехать начнёт? Блин, срака полная. Начал ехать. Надо было испугать его. На зелёный хоть успеет кто-то из них проехать? Или сейчас тормознут за секунду? Я понял. Тормознули. Фу и спа. Фу и спа. Ух. Оливки, помидорчики. Перец. Что-то там ещё. Лучок есть. Выглядит аппетитно. Нифига. Мы тут пробку собрали на стафоре. Сканя сейчас быстрее поедет. И нам придётся её пропускать. Надеюсь, мы её объедем. Потому что мы полупустые. Должны, по идее, разгоняться как-то. Так, сканя не видно. Можно перестраиваться. Хотя нам, скорее всего, всё равно придётся влево куда-то поехать. Угу. Сейчас потягаемся с этой фигнёй. Ну, выкровненько встал, да? Блин. Я пока нажал газ, пока тронулся. Так. Вырывается. Вырывается вперёд. Надо карту включить. О, нифига, что он такая далёкая. Нифига, он полетел. Сейчас красный снова загорится. Нет, не загорелся. Но дальше красный горит. Он сейчас начнёт тормозить. А он загорится зелёным. И мы проедем быстрее. Нет, мы не проедем быстрее. Мы уже приехали. Мы уже приехали. Па-бам. Не парковать. Превосходно. Так, а нам насыпали 30-очку, да? Или сколько? 32. Оп. И новый левел. А чё там? Эко-вождение или опасные грузы? Ну, она всё равно нифига не экономит топливо. Это эко-вождение. Давайте грузы покачаем. Это поинтереснее будет. Так, 132 штуки евро. Надо посмотреть, что мы там покупали. Посмотреть, сколько она стоит. DAF XF. DAF XF. Гараж у нас качан. Нет. Ну, мы можем гараж качать. Или DAF XF купить. Выгонит, конечно, DAF XF купить. Давайте посмотрим DAF XF. Покупка грузовика. Сейчас надо. XF обычный. А, вот мы сейчас на таком же ехали. Покупка. DAF XF. Онлайн. 127 штук. Я чё-то недопонял. Вот этот же, по-моему, самый дорогой был. В базе. А этот был самый дешевый. Тут чё, цены какие-то динамические стали? 127, 690. Где там гараж с DAF-ами у нас? Куда мы его присрали? Здесь, что ли? Нет. А, вот здесь. Красненькие. Мы красненькие покупаем. Я, конечно, не знаю, что по ценам. По-моему, всё было наоборот. Так. Персонал. Нужно кого-то нанять ещё. Карта. Таблица. Кадровое агентство. Нанять водителя. Альва. Берём Альву. И отправляем на работу. Надеюсь, баба хватит. Отлично. Всё. Трёшка евро у нас осталась. Кредитов нет. Потихонечку работаем. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании и под роликом. Ну а с вами был Алекс. И всем пока-пока.